Итак, огромный привет моим дорогим подписчикам и всем случайно зюглянувшим на канал. Сегодня поговорим об эйджизме, о взаимоотношениях со своим возрастом, о психологических и физических аспектах нашего взросления-старения, как не париться по этой теме, можно ли в этой достаточно, ну скажем, спорной теме найти для себя какие-то выгодные штуки, да? Не только переживать из-за этого, но и найти для себя какие-то бонусы, найти что-то классное, что ты можешь действительно использовать с пользой для себя. Тема эйджизма сейчас очень часто освещается в негативном ключе, как нечто то, что стоит изжить из нашего общества, вообще какое-то негативное веяние, которое загоняет некоторых людей в разные проблемы, комплексы и так далее. Ну, неудивительно, потому что тема возраста очень такая горячая. Если говорить о внешности, да, то тут очень часто можно услышать такие фразы, как «ты выглядишь старше своих лет», да, и это звучит очень обидно, или «в твоём возрасте такое уже не носит». «Почему ты так одеваешься в твоём возрасте, такое уже не носит?» Конечно, это раздражает и бесит. Также привязка темы возраста к теме твоей самореализации в различных сферах жизни, да, там, в твоём возрасте у меня уже было двое детей, а ты бегаешь всё там, никак не определишься, да, или «я уже замужем была в твоём возрасте», или «в твоём возрасте я уже заработала себе на квартиру, а ты о чём думаешь», да, или «в твоём возрасте у меня уже было там три образования», а ты, да, как из басни «Стрекоза и муравей», да, «Лето красное пропела, а глянуться не успела», «как ля-ля, ля-ля-ля-ля, такая вся беспечная, и о чём ты вообще думаешь». Также тема возраста, тема эйджизма стала проблемой в сфере профессиональной, потому что есть тенденция во многих странах мира к увеличению пенсионного возраста, то есть пенсионный возраст увеличивается, в то время как работодатели в целом пока не готовы принимать на работу, ну, не будем говорить слово «пожилых», ну, «зрелых людей» в сфере возраста, не готовы, да, то есть очень часто смотришь лакансии, и требования работодателей очень жёсткие, не старше 45 лет, а что же делать тем, кто старше 45 лет, да, как же найти себе работу, не просто какую-то, лишь бы взяли, да, возьмите меня, я такая стареющая тётя, я тоже хочу работать, а что бы тебя действительно взяли непредвзято, не без учёта твоего возраста, а за твои профессиональные навыки, да, почему возраст становится в определённый момент жизни препятствием для поиска работы, ведь это жутко, да, поэтому тема, конечно, такая, которая в основном вызывает раздражение и негатив, да, не лезьте в это, это моё личное дело, почему вы меня, там, с точки зрения возраста оцениваете по разным критериям и указываете, что мне рано, что мне поздно и так далее. Итак, начнём с темы внешности и старения, да. Понятно, что с годами мы не становимся моложе, мы стареем, порой эти изменения возрастные, внешние, бывает женщине трудно принять. Есть две, наверное, такие противоположные стороны, есть женщины, которые не замечают своего старения и вообще в какой-то, знаете, нереальности пребывают, говорят, мне 45, но мне все больше 18 не дают. Есть женщины, которые буквально там каждую морщинку подмечают, из-за этого переживают, готовы идти на разные процедуры, которые порой небезопасны для здоровья, что-то себе колоть и так далее. Порой это уже потом бывает необратимо, нельзя вернуть лицо на место. И сейчас благодаря интернету, благодаря возможности наблюдать за судьбами разных людей, и за тем, как меняются их лица, там найти видео, где какая-нибудь известная личность в 2010-м рассказывает про какие-то классные современные процедуры, и найти видео в 2020-м, увидеть, что её лицо похоже на попку обезьянки морщинистого, да, какую-то тряпку измученную, и понять, что да, там, как бы, время показало, что эти процедуры не так безопасны, и сейчас многие действительно задумываются о том, что может быть какой-то адекватный уход за собой, без излишних вмешательств, и естественное старение, оно лучше, чем вот эти какие-то радикальные меры и процедуры. С чего для меня лично начинается старение? Наверное, с разных телесных деформаций, когда меняется осанка, появляются какие-то горбики, какой-то жирок там на спине, или какой-то живот, с которым ты там не можешь сладить, да, он у тебя там никуда не втягивается, не исчезает, какие-то рулечки там на шее или на боках, с которыми труд тоже уже побороться какими-то стандартными методами, потому что обычно за этим уже стоят какие-то глубокие изменения, да, если долгое время человек игнорирует состояние своего тела, то, естественно, начинается там не просто там плохая осаночка, сейчас потренируюсь и подправлю, а уже какие-то постные деформации, да, деформации позвоночника, деформации костей, когда нарастают какие-то рулечки, уже простая диета не помогает эти рулечки убрать, потому что сначала какой-то лишний вес, потом подключаются гормональные какие-то проблемы, которые и мешают уже тебе от этих рулечек избавиться, когда уже какие-то внутренние системы организма посыпались, и эти рулечки это просто следствие этого всего, и обычная диета, и обычный спорт уже тебе не помогут, либо помогут, но не так быстро, и придётся прилагать какие-то титанические усилия, поэтому, конечно же, для меня, если вот есть желание всё-таки сохранять себя, как есть такое выражение, да, береги там честь с молоду, но это не про честь, а про наш организм, про тело, то есть гораздо удобнее всё-таки с молодых лет беречь тело, чем потом пытаться его как-то восстановить. Хотя восстановить или улучшить свою форму физическую вполне возможно, и не стоит складывать ручки и просто принимать эти изменения. Мне кажется, один из положительных аспектов эйджизма заключается как раз таки в том, что вот это вот веяние, оно заложило в нас всё-таки такую веру и идею в то, что можно выглядеть классно, круто и хорошо достаточно долгое время, и результаты этого положительные, они уже есть. То есть у меня огромное количество знакомых, которым 40 и за 40, для меня это просто какие-то девчушки, то есть я даже не могу сказать, выходить из слова «женщина», это девушка, это девушка, женщина, и она потом, знаете, когда в более зрелый возраст войдёт, то есть свои положительные результаты от этого есть. Когда тебе говорят, ну что ты себя распустила, в свои годы ты так хреново выглядишь, с одной стороны это обидно, а с другой стороны это породило такую моду на то, чтобы следить за собой и держать себя в хорошей форме. И в конечном итоге ты, конечно же, сама себе скажешь за это спасибо, потому что это внешность, внешность это огромный-огромный бонус. Даже когда всё плохо в жизни, но ты более-менее хорошо выглядишь и хорошо себя чувствуешь, у тебя есть вера в то, что всё не потеряно, всё ещё может быть хорошо. И по-другому воспринимаются проблемы, когда ты действительно в плохой физической форме, плохо выглядишь, плохо себя чувствуешь, и плюс ещё какие-то проблемы наваливаются, ну это сокрушает психологически, это очень сокрушает. Поэтому внешность... Я не эйджист, но внешность имеет значение просто даже для психологического, для здоровья психики нашей с вами женской. И дальше тема привязки различных социальных аспектов нашей жизни к возрасту, да, там, тебе пора рожать, тебе пора замуж, в твоём возрасте у тебя должно быть то-то и то-то, или вот это и вот это. Как к этому относиться? С одной стороны, это личное дело каждого, ты сам решаешь, сам выбираешь, когда тебе замуж выходить, когда тебе рожать детей, когда тебе приобретать жильё, это только твоё личное дело, потому что, ну, указчиков много, кто тебе будет указывать, что тебе делать, а помощников обычно не бывает. Бывает, но очень редко, очень мало, и обычно из очень близкого круга, а не из круга каких-то посторонних людей, которые там любят заниматься вот этой вот болтовнёй, праздной. Но, с другой стороны, в этом есть здравое зерно, потому что это не просто так появилось, да, вот не просто так у людей появилась вот эта привычка привязывать возраст к каким-то событиям своей жизни, что там должно быть у тебя в том или ином возрасте. Это не просто так появилось. Есть определённые, скажем так, циклы или фазы жизни, фазы, да, правильно сказать, фазы жизни человека и возрастные роли человека. И если быть честными и откровенными, когда вы в определённом возрасте по определённым параметрам не реализовались, вы сами будете чувствовать себя очень хреновым. Например, многие женщины, которые чувствуют, что там уже, ну, я, я увидаю, я увидаю, начинают не очень хорошо себя ощущать, если вдруг понимают, что у них было желание реализоваться в вечной жизни, неважно с кем, да, сейчас у нас однополые отношения считаются нормой, поэтому неважно с кем. Среди моих подписчиков тоже есть люди с такой ориентацией, поэтому неважно с кем вы там решили налаживать личную жизнь, но, опять-таки, если она у вас там к определённому возрасту не налажена, но вы чувствуете уже какое-то увядание, угасание, силы покидают, в зеркале себе не нравитесь, а по этой теме вы ещё не реализовались, вам, поверьте, будет очень хреново. И это, конечно, не делают тех людей, которые вам что-то там указывают со стороны. У них своя жизнь. Вам должно быть насрать на это. Но они правы в том, что эта тенденция, она же не просто так зародилась в этом обществе, привязывать какие-то фазы жизни своей, возрастные, к определённым событиям в жизни. То есть намного лучше, намного комфортнее действительно себя чувствуют люди тогда, когда они успевают реализовываться в зависимости от перехода из одного возраста в другой. Если ты не успеваешь или если у тебя какие-то нарушаются, как бы это сказать, приоритеты нарушаются, тогда ты чувствуешь себя очень плохо. Например, многие девушки, которые очень рано вышли замуж, очень рано родили детей, иногда в какой-то момент начинают тебя ощущать, когда дети уже взрослеют, недолюбленными ещё. Я недолюбила, я в тот короткий вечер, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот это вот всё, да? Вот эта вся тема. Сайты знакомств просто полны женщинами в возрасте 45+, которые уже всё сделали, молодцы, умнички, воспитали детей, дети уже там взрослые, уже в институт пошли, и там просто жуткая недолюбленность, да? То есть женщины в самых разных позах, в каких-то вульгарных леопардовых водолазочках, вызывающих красных там или гипюровых каких-то платьях, вываливаете свои достоинства в поисках кавалера. И это настолько явно, что это просто крик «Любите меня!» Ой, Господи! «Любите меня!» Я даже там содержать вас буду, только любите меня, потому что вот я в своё время недолюбила, спешила замуж, считала, что это так вот принципиально важно, все подружки выходят замуж, я тоже ухожу, побыстрее выйти замуж, побыстрее нарожать за надёжного мужчину, а потом оказывается, что мы всё-таки женщины, мы хотим любви. Если этой любви не было, не было вот этой истории романтической в твоей жизни, твой организм, твой мозг всё равно этого попросит. Но потом уже будет тяжелее это реализовывать, и это факт, потому что, опять-таки, этот чёртов эйджизм уже со стороны мужчин, когда мужчины говорят, «Да у вас бабка грязи! Да у вас бабка грязи! Твой поезд ушёл!» Да, вон, куча 18-20-летних, которые хотят со мной отношаться, а ты там в сторонке, постой, жди, свои очереди, там, в свои уже 45 лет, там, тебя уже куда-то там списывают в утиль, что безумно-безумно обидно. Поэтому, да, вот, когда нарушаются какие-то вот эти процессы, по-любому, будет хреново потом. Не важно, не циклитесь на том, кто и что вам говорит, вам самой потом будет хреново, это действительно так. По поводу материальных ценностей, действительно, есть период такой в жизни, когда, знаете, есть такое выражение, есть время сеять, есть время собирать урожай. Вот пока у тебя время сеять, ты очень, ты должен понимать, что это время сеять, не циклись на материальном, ты сейчас устраиваешься, ты ищешь свое место, ты ищешь себя, там, чем ты хочешь заниматься, где ты хочешь работать, чему ты хочешь учиться, где ты хочешь жить, и это нормально. То есть, нужно давать себе на это время, не поддаваться на уговоры тех, которые говорят тебе, быстрее и быстрее, ты должна-должна, то-то-то, возьми ипотеку, там, не знаю, устройся работать бухгалтером, это же так стабильно. Нет, есть время сеять, то есть, ты закладываешь какие-то важные, важную основу под фундамент своей жизни, и потом в какой-то момент до сорока, ты говоришь себе, так, стоп, теперь пошло время, в моем понимании, до сорока, да, определенности, сейчас я уже постепенно начинаю определяться, чтобы уже, там, примерно к сорока, у меня было вот это ощущение, какой-то более-менее определенности, потому что после сорока, как практика показывает, людям гораздо сложнее морально переживать неопределенность, потому что пока ты молод, тебе кажется, у тебя все впереди, потом, в сорок лет, но нам так навязано, что мы уже начинаем чувствовать себя такими, уже зрелыми, очень, очень зрелыми, и очень переживаем за свой возраст. Если, даже если мы хотим отказаться от этого стереотипа, он где-то внутри сидит, гребаный стереотип, ты начинаешь уже париться, если ты там, ага, там, нет, нет, нет никакой определенности, не знаю, что буду делать дальше, очень тяжелые, моральные, очень тяжелое моральное состояние будет с высокой долей вероятности. 90% из 100, я думаю, будет тяжелое состояние, если действительно вообще нет никакой определенности, потому что, мне кажется, после сорока начинается такое время, когда человек уже хочет собирать урожай, то есть он сеял, веял, теперь хочет собирать урожай, если собирать нечего, бывает очень тяжело. Это, кстати, такой достаточно распространенный возраст для разводов, 40-45 лет, потому что у мужчин и женщин начинается какой-то кризис, переоценка ценностей, и люди действительно смотрят, а что у нас сейчас есть, вот есть там наша семья, наши отношения, а что у нас есть, да, если человека не удалось, что мы взрастили за время, проведенное вместе, если человек не устраивает этот результат, его не устраивает его отношения, его быт, его финансовое положение, он разрывает эти отношения, и для него это как последний рывок в 40-45 лет, последний рывок, чтобы успеть сделать то, что не успел, да, я ещё не слишком стар, чтобы полюбить, ещё не слишком стар, чтобы сделать карьеру, и да, человек абсолютно прав, 40-45 лет, это действительно такое классное время, чтобы начать новую жизнь, если прошлая жизнь твоя не задалась, но другое дело, что, ну, вот за этим порой стоят такие разрушения, разводы, и прочие неприятные моменты с этим связанные. Итак, теперь перейдём к последнему пункту, возраст и профессиональная деятельность, я уже высказалась на эту тему вначале, что, конечно, абсурдно, когда на фоне повышения пенсионного возраста работодатели не проявляют лояльности в плане принятия на работу, устанавливают свои жёсткие возрастные рамки и требования. Тут тоже 50 на 50, с одной стороны, если смотреть на это глазами работодателя, тебе действительно нужен очень активный, трудоспособный человек, который готов выполнять чёткую работу, готов качественно выполнять свои обязанности, быстро соображает. Продолжительность жизни везде разная, и продолжительность какой-то физической, умственной, трудовой активности тоже везде разная по странам. Например, здесь в Корее достаточно активное, есть такое словосочетание, как активное долголетие, вот тут оно активное, то есть в возрасте там 74 лет, многие там 75, многие люди ещё активно работают, куда-то там стремятся, что-то там хотят. В России дела обстоят хуже гораздо. Я думаю, вы все об этом знаете, вот мне недавно писала знакомая, её маме кажется 74 или 75 лет, и вот её муж обижается, что, ну муж этой знакомой обижается, что её мама не может приехать на свадьбу, как же так, что такое, да, почему моя мама там такая вся активная, суперактивная в таком возрасте, а твоя мама не может приехать на свадьбу родной дочке, почему? Он не понимает, что в России зачастую там 75 лет это тяжело, больной человек с большими проблемами, со здоровьем, с очень низкой жизненной активностью, и тут тоже надо учитывать это. Поэтому неудивительно, что работодатели не хотят связываться с возрастным контингентом, если ты не можешь там каким-то обманом пробиться на собеседование, показать, что там я в классной форме, я в темно соображаю, я хорошо выгляжу, возьмите меня на работу, а тебя просто по телефону анкетируют, допрашивают, да, спрашивают, сколько лет ты говоришь, там 55, извините, нам нужно там до 45, и всё, тебя просто даже не приглашают на собеседование, и это очень плохо, то есть только каким-то, видимо, обманным путём нужно пробиваться на работу. У меня мама в своё время именно таким обманным путём пробивалась на работу, она была достаточно активная, достаточно хорошо выглядела для своих лет, не имела лишнего веса, но вот после 50 найти работу стало проблемой, и вот она просто врала про возраст, приходила на собеседование, на неё смотрели, что активная, стройненькая, аккуратненькая, ухоженная, хорошо соображает, и брали её на работу, и потом уже там, ну, тема возраста уже как-то заминалась. Поэтому тут тоже, как бы, очень всё спорно, очень спорно, но, конечно, это неправильно, что даже порой нет у тебя возможности попасть на собеседование, если ты человек такого очень зрелого возраста, это, конечно, неправильно. нужно приглашать, нужно смотреть на человека, смотреть, насколько он способен. Я сама лично сталкивалась с такой ситуацией, когда приходит человек на должность гардеробщицы, и ты понимаешь, что, ну, она не может. Вот 60-летняя женщина пришла, она может, а 55-летняя не может, и как-то и плохо пахнет, и выглядит нехорошо. Удивительно. Итак, всем огромное спасибо за внимание, пишите свои мнения, свои рассуждения на эту тему. Всех люблю, целую, не забывайте дать лайки. Пока-пока!